Мы познакомились с Мартином 27 лет назад. На следующий день после знакомства с ним она сказала Но вскоре Лена сказала, что Мартин уходит от Энни на фрилейнс-хлеба, но она верит в него. Он талантливый, энергичен и у него прекрасный персонал. Она оказалась права? В последние декады, когда я работала с моими ассистентами, у меня были несколько, очень few, которые экземптируют таланты, зелы и амбициозны от начала. Мартин Шулер является одной из этих маленьких компаний. Я могу считать эти герои на руки с одной стороны. Я помню, что Мартин был специально. Интересно, что это новое, что это новое, это сервис-хлеба портрет, сделан очень близко. Мартин's earliest subjects были его родственники, которые фотографировали в его шесть-флороу в квартире. Он уже после того, как субтитры, Аль Горь и Ванесса Регрей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он оказался прекрасным мужем, отцом и зятем. Мы гордимся им и полюбили его. Я не буду делать вид, что объективен по отношению к творчеству нашего нового зятя Мартина Шоллер. Его портреты говорят сами за себя. Посмотрите на разнообразие его субъектов. Здесь есть все. И знаменитости, и люди с улицы, и президенты, и самые известные актеры, и лучшие спортсмены, и женщины-бодибилдерсы, и близнецы, и самые выдающиеся бизнесмены, и даже бездомные. Уже не говоря о невинно осужденных, отсидевших ни за что долгие годы в тюрьме. И это не только портреты Клоза Апс. Лично мне особенно нравятся его так называемые жанровые фото с высоким качеством, со вкусом, фантазией и чувством юмора. Его персональные выставки были в разных странах и музеях. Мы бывали на многих из них. Например, в Лос-Анджелесе. Здесь, но все же самыми почетными были родные и друзья Мартина, приехавшие из Германии и в разных странах. Лос-Анджелесе. Или это в Нью-Йорке. Лос-Анджелесе. Но эта выставка в Музее еврейского наследия в Нью-Йорке имеет огромное значение для всех нас, особенно для нашей семьи. В этой книге собраны 75 портретов жертв холлокостов, которую немец Мартин Шоллер снял по заказу Германии в Музее Ядвашем в Иерусалиме к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Мы не смогли попасть на открытие этой выставки, но наш зять устроил нам персональный тур за два дня до открытия, который я снял. Смотрите. Продолжение следует... Этот прекрасный музей построен в юго-западной части Матхэттена на берегу Гудзона, в южной части Беттери-парка, почти напротив статуи Свободы, архитектором Кевином Роше. Музей строится в два этапа. Символично то, что открытие этой выставки Мартина было приурочено к 25-й годовщине открытия первого этапа этого музея, 15 сентября 1997 года. Второй этап с выставочными залами, офисами и даже театром был открыт в 2003 году. Символично то, что выставки Мартина на берегу Гудзона. Символично то, что выставки Мартина на берегу Гудзона. Музей, наверное. Символично вписывается в антураж известная новичка. Мир статуи Свободы рядом с Элис Айланд, первое место Америки, где ступала нога новых эмигрантов из Европы. Тут же просторный Гудзон и восточный берег Нью-Джерси с живописными контурами новых небоскребов на берегу. Гудзон. 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 Старую часть музея, возгушающаяся над крышей, венчает шестигранная пирамида, символизирующая звезду Давида и шесть миллионов жертв Холокоста. Внутри этой пирамиды и расположена выставка Мартина. Внутри этой пирамиды. Я не знаю, что это было. Когда? В 1997. В 1997, это было проще. Да, и это первое. И это было первое. Во время этих съемок работали кинооператоры. Часть этого фильма тоже входит в экспозицию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он не только фотографировал их, но и беседовал с ними. Тут же приложена их краткая биография. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Для настроения плакучей ивы